Вопросом, что посмотреть в Италии, задается каждый неопытный путешественник-турист, который решил посетить известное курортное место. В Италии много достопримечательностей, которые будут интересны и ребенку, и взрослому. Передвигаться по Италии следует на автобусном и водном транспорте. Самостоятельный просмотр должен доставить не меньше удовольствия, чем тур с гидом. Первая поездка на итальянский курорт должна обязательно включать в себя посещение известных достопримечательностей. Наиболее актуальные из них перечислены ниже. Будет полезно узнать, как добраться до диковинных мест на автобусе, стоимость билетов и время в пути. Опытные путешественники рекомендуют путешествие, Рим, Фонтан Треви. Увидеть великолепный памятник архитектуры можно, как самостоятельно, остановившись в Риме, так и посредством экскурсионного тура по итальянским достопримечательностям. В окрестностях в 10 минутах от Треви располагается метро Барберини. Если путешествовать по синей линии, то на станции Кавор можно покинуть метро и совершить 20-минутную прогулку мимо базилики Санта-Марии, Де-Имонти и Пала-За-Колонна. Если ходить не хочется, то из центральной части Рима, Стасион Термени, добраться можно на автобусном транспорте, номера 62, 63, 83, 85 миллионов 160 тысяч 492. Выходить нужно на остановке Мингетти. 30-километровый маршрут по указателям приведет к Треви. Если с деньгами проблем нет, то до места домчит итальянское такси Uber. Чтобы пользоваться такси в Италии, перед поездкой на курорт надо скачать приложение. Собор Санта-Мария-дель-Фьори в Италии. Добраться во Флоренцию из Рима можно на автобусном маршруте Рома-Колзолерия-Балогна, C1, C2. Доехать получится и маршрутом Пукси, 14, 23, 71, C1. Собор располагается в центральной части. С его поиском проблем не будет, довезет любой автобус, идущий в этом направлении, номер 6, 14, 36, 37, 71. Режим работы с понедельника до пятницы, с 10 часов до 17 часов, ВСБ, с 10 часов до 16 часов 35 минут, ВС, с 13 часов 30 минут до 16 часов 45 минут. Купольная часть здания открыта с 8 часов 30 минут до 19 часов в Сиднии и с 8 часов до 16 часов 40 минут в субботу. Входной билет в собор не требуется, но придется выстоять очередь. Флоренция, галерея Уфицы. Дворцовое здание располагается на интересной площади Уфицы. Можно прогуляться и на известную во Флоренции пьяцу, Синерии, где красуется дворец Векке и копия статуи Давида в Италии. С правой стороны можно наблюдать аркаду Уфицы, пройдя по дни, турист увидит вход. Фасадное здание галереи Уфицы посетитель может видеть с набережной реки Арна и с моста Векке. Проблема заключается в том, что добраться к галереи вплотную на автобусе не получится. Надо будет прогуляться пешим ходом по исторической части. Однако близко к популярному месту располагается остановка галерея Дегля в Физи, необходимый маршрутный рейс номер С1. Музей можно посетить в два сезона, с начала весны по конец октября, входной билет – 20 евро звездочка, льготный – 10 евро, позволяющий посещать Уфицы, дворец Пяти, сады Баболи – 38 евро, для льготной категории граждан – 21 евро. С 1 ноября по 28 февраля вход – 12 евро, с льготами – 6 евро, общий – 18 евро, 11 евро для льготной категории граждан. В мае, сентябре, зимой или в любое другое время года, в любой день можно купить абонемент за 50 евро, либо годовое посещение трех известных во всем мире музеев – Уфицы, Пяти, Баболи за 70 евро. Пиза и Пизанская башня в Италии. Автобусом добраться получится быстро. Сойдя с поезда на станции Пиза-Сан-Россор, на площади перед основным входом на вокзал надо найти остановку автобуса. Выбрать следует маршрутное направление ЛАМ-Росса, выходить нужно на остановке Каммеа, располагающейся недалеко от Площади Чудес. Поездка стоит 1 евро и 20 центов. Выйти можно в аэропорту Пизы, Галилео-Галилея-Эпот, это конец маршрута. Если турист прибыл в Италию по воздуху, то, чтобы доехать до Площади Чудес, следует сесть на автобусный маршрут ЛАМ-Росса. Без денег можно лицезреть одну достопримечательность – Пизанский собор. Все другие за отдельную плату. Входные билеты реализуются на строго фиксированное время, поэтому если опоздать в назначенный день и час, нужно будет купить новый билет. Взойти на Пизанскую башню стоит 18 евро. Что посетить в Италии любителям истории, конечно же, Венецианский дворец Дожи. Насладиться красотой дворца можно в любой день с 8 часов 30 минут до 17 часов. За посещение надо заплатить. Дворец Дожи располагается в районе площади Сан-Марко, где собраны главные достопримечательности Венеции, поэтому проблем с путешествием не возникнет. Сюда ходит вапоретто, автобусный водный транспорт. Рядом с палаццо находится пристань, куда причаливают паромы и лайнеры с туристами. Насладиться шедеврами искусства в Уфицы можно, посетив галерею города. Здание музея располагается на главной городской площади в форме Ю, кроме единственной в своем роде картинной галереи. Место порадует уникальным театром и висячими садами. Также в ансамбль архитектуры галереи входит монетный двор и собор 18-го. Доехать до галереи можно на автобусе. Выходить надо на остановке галерея Дегля в Физи. Работает музей каждый день, кроме понедельника, приходить следует к 8 часов 15 минут. Город пещер Сасси Ди Матера в Италии. Здесь лучше прогуливаться и бродить пешим ходом. А добраться до пещер можно на такси или дойти пешком. От центральной д-станции и автостанции города до кварталов Сасси немногим больше одного километра. Платить за просмотр не надо. Вход в современные жилища, отели и рестораны, бесплатный, как и посещение церковных строений города. Некоренный итальянец всегда интересуется, какие города посетить в Италии, где обязательно надо побывать. Даже если у путешественников всего неделя на отдых, то можно многое посмотреть, архитектуру, современные достопримечательности. Итак, города Италии, которые необходимо посетить, Модико, располагается в провинции Рагуза. Это памятник сицилийской архитектуры, образец барокко в Италии. Город на холмистой местности разделен на нижнюю и верхнюю модику. У каждого стоит индивидуальный собор. Небольшой город в Италии Чефалу живописно красуется на берегу Палермо. Здесь пляжная зона и набережная гармонично сочетаются с пейзажами города. Чефалу – популярнейший город, сюда предпочитают приезжать как сами жители Сицилии, так и путешественники. Оператор турагентства порекомендует Чефалу для отпуска всей семьей. Эричи – мини-город, возвышающийся на вершине одноименной горы. Населяет местность не больше двух тысяч жителей. Здесь изобилие интересных сувенирных лавок с изделиями умельцев Италии. Можно найти истинные произведения искусства. Куда сходить в Италии и что посмотреть, подскажет туроператор надежного туристического агентства. Внимание! Если путешествие планируется своим ходом, то лучше захватить карту Италии и путеводители по городам, заранее подготовиться, изучив информацию о стране. Сицилия – описание, где находится в Италии многих приводит в восторг Италия, и что посмотреть на курорте – всегда актуальная тема. Знатоки итальянских достопримечательностей рекомендуют посетить Голубой Грот. Добраться можно по воде тремя способами, на лодке с экскурсией. От города Марина Гранд можно отправиться в морскую прогулку вокруг острова Капри с заездом в Голубой Грот. Вход обойдется в 18 евро, звездочка, оплата отдельно. Экскурсия двухчасовая, 14 евро, плюс входной билет в пещеру, будет стоить тур из порта, а время просмотра Грота займет около 60 минут. В Марина Гранде можно взять в аренду готццо, частную лодку, с управляющим, который доставит в Голубой Грот Италии и обратно. Вмещает плавучие средства до 7 пассажиров, а цена поездки 150-200 евро за трехчасовую экскурсию. Если во владении на Капри имеется личная лодка, то можно пришвартоваться у Грота и вызвать матроса, который проводит в Голубой Грот. Обратите внимание, вход в Грот стоит 14 евро, оплачивать следует исключительно наличными. Дети до 6-летнего возраста за билет не платят. Ребенку надо брать только билет на лодку. Самые красивые города Италии, оказавшись в Италии, необходимо подготовить маршрут передвижения по городам заранее. Планировать свою поездку по Италии правильно с представителем туристического агентства. Агент предложит самые интересные города и места Италии, рассчитает траты на путешествия на выбранном виде транспорта без, с проживанием и дополнительными услугами. Там же можно будет оплатить экскурсионные туры по Италии. Хорошие отзывы получили следующие доступные туры по Венеции, вокзал Санта-Лючия, собор Святого Марка, остров Мурана, Гранд-Канал. Где расположены города в Италии, которые стоит посетить, чем заняться и отдохнуть на должном уровне. Во время прогулки можно прокатиться на вапаретто или гондоли по Гранд-Каналу. Отведать блюда из свежевыловленной рыбы из моря, к примеру, в ресторане Винни до Джигиа, вряд ли получится еще где-то насладиться вкусом морских слизней или краба-паука, а также попробовать вино региона Венето. Приобрести яркую маску с венецианского карнавала в Италии или произведение искусства из муранского стекла. Насладиться архитектурой Италии на площади Сан-Марко. Также можно лицезреть фантастические пейзажи города и лагуны с высочайшей 99-метровой смотровой площадки, колокольни, компанил. Важно понимать, что если только заблаговременно все спланировать, поездка в Италию доставит массу новых положительных эмоций, которые со временем превратятся в незабываемые воспоминания. Звездочка цены актуальны на январь 2018 года.